Нынешняя сессия областного парламента началась с рассмотрения закона о старостах. В перерывах между чтениями закона он претерпел значительные изменения. Кроме того, что старосты будут выбираться на альтернативной основе и с ходом граждан, появились географические очертания сферы его влияния, не более 10 километров. Во втором чтении был принят еще один немаловажный закон об инвестиционном фонде, правда не всеми фракциями, но все же большинством голосов. Но, безусловно, главным стало первое чтение бюджета на будущий год. Он формировался в сложных экономических условиях, поэтому в нем отразилась коварная диспропорция расходов больше, чем доходов. Тем не менее, по словам экспертов, правительству области удалось сформировать сбалансированный бюджет, в котором заложены инвестиции в дорожную отрасль, строительство, капремонт и социальных объектов и, конечно, учтено исполнение всех социальных обязательств. В частности, в бюджете заложено финансовое обеспечение стандарта школьного и дошкольного образования. Впервые зарплата педагога не будет привязана к ставке, то есть, если классы будут укомплектованы, обязательные часы набраны, то педагог будет получать зарплату среднюю по экономике за 18 часов. На региональный уровень перейдут все обязательства по обеспечению льготными лекарствами граждан.